Развивайте свое дело вместе с любимым каналом. Известные немецкие бренды обвиняются в обогащении за счет рабского труда уйгурских мусульман Китая. В частности, в жалобе правозащитной организации упоминаются такие крупные компании, как Юго Босс, Сиэн Дэй, а также дисконтные ритейлеры Лидл, Алди Норт и Алди Сад. Юристы считают, что эти компании замешаны в преступлениях против человечности, передает Ислам Ньюз. США заявляют, что Пекин осуществляет геноцид против уйгуров и других тюркских этносов в Синьцзяне, где, по оценкам экспертов, в тюрьмах находится более миллиона человек. КНР, в свою очередь, отвергает все обвинения и описывает лагеря пыток как совершенно безобидные центры профессионального обучения. Но уйгуры утверждают, что их заставляет отказаться от своих религиозных традиций, заключают в тюрьмы и принуждают работать на тех самых текстильных фабриках, которые поставляют товары мировым компаниям. В своей жалобе правозащитники пишут, что поддерживая деловые отношения с Синьцзянским регионом, немецкие компании содействуют подобным преступлениям, даже если не было явных доказательств принудительного труда. Тем временем все бренды, обвиняемые в сотрудничестве с властями Китая, отвергают свою причастность к нарушениям прав человека, которые на постоянной основе происходят в концлагерях Синьцзян уйгурского автономного района. Из Китая уже давно поступают сведения о том, как мусульманских узников концлагерей принуждают к труду на текстильных фабриках, поставляющих продукцию транснациональным компаниям. В апреле этого года аналогичная жалоба против четырех таких компаний по производству одежды была подана во Франции антикоррупционной группой «Шерпа». А что думаете по этому поводу вы? Пользуетесь ли сами продукцией этих известных брендов?